Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в Московской области, в Сергиево-Пасадский район, близ деревни Козлова. И мы приехали в хозяйство, которое называется Долина Коз, КФХ Габов, Светослав. И непосредственно Светослав сегодня нам расскажет о том, что у него здесь есть в Долине Коз и как он к этому пришел. Светослав, у вас довольно-таки необычная история. Три года назад вы к сельскому хозяйству отношения Николы не имели. Расскажите, как все это произошло. Ну, произошло это, можно сказать, случайно. Значит, вот это вся, может быть, веяние моды, такая активность в СМИ о фермерстве, о сыроварении и так далее, значит, вот привело к определенному ряду обстоятельств, которые вывели нас на КОС. Мы, значит, попали в Голландию, попали на стажировку по козоводству, посетили большое количество ферм, ну и увидели, как вообще, что такое вообще козоводство, да, у, можно сказать, мировых лидеров. Смотрите, вы говорите, вот мы попали в Голландию, но ведь у вас же этот путь, он был целенаправленный. То есть вы узнали, вот эта вся массовая информационная история про то, что сельское хозяйство, развитие, прочее-прочее, собственное фермерство и так далее. И вы же как-то понимаете, что это будут именно козы? Почему именно за этим вы поехали? Потому что сыроварение? Ну, во-первых, да, сыроварение. Конечно, наверное, исходили из того, что просто козий сыр нравился, допустим, нравился больше, поэтому как-то сложилось так, что вот либо козий сыр, либо овечьий сыр – это что-то такое особенное в нашем понимании, там, деликатесное. И потом выяснилось, что в России козоводства как такового его нету, то есть оно не развито, и это свободная ниша, которой можно заниматься. Ну и козы – это более мелкие животные, чем коровы. Соответственно, наверное, барьер входа ниже в эту сферу, в эту отрасль. Ну и вот так сложилось. Сначала, да, обратили внимание на коз, что это, значит, интересное. Плюс продукт, который козы выдают – козье молоко. Оно на самом деле очень полезное, полезнее даже, чем коровье молоко в силу там своих свойств определенных, в силу того, что оно усваивается лучше и так далее и тому подобное. Для детей более, значит, приемлемо козье молоко. То есть есть огромное количество плюсов, а предложения на рынке нету, недостаточно. И вот мы, значит, решили, занявшись козоводством, заполнить там свою часть, внести в это предложение на рынок. Вот так родилась идея козы, родилась идея сыр. Потом, значит, мы начали знакомиться, попали в Голландию по сыроварению, попали тоже к мастерам в Италии, посмотрели, как это, посещали также и наших тоже местных, и фермеров, и наших сыроделов. Это все смотрели, изучали. Ну, собственно, это все понравилось и решили заняться этим. Вот скажите, пожалуйста, первоначальные инвестиции и, собственно, сколько было вложено денег, и как вы рассчитывали, вот бизнес-план, который у вас был? Ну, первоначально, значит, у нас вообще это семейный бизнес, значит, мы тут участвует, можно сказать, вся семья, и мы в основном это дело все ведем с моим братом старшим. Значит, вот мы на свои инвестиции, изначально, значит, мы разработали бизнес-план на, значит, поголовье в 3000 голов коз. Да, да, это, значит, обратились в проектную организацию, к технологам, к козоводам. Был создан, значит, проект по всем нормам, которые у нас в России применены к козоводческим хозяйствам. Ну, и вот таким, как бы, правильным путем провели изыскание все необходимые на данной земле. То есть вы на этом этапе за грантами не обращаетесь? Пока нет, пока не обращали, да. Пока нет, пока вы рассчитываете на собственные деньги, которые есть, на собственные средства. Скажите, а вот инвестиционный проект изначально был на 3000 уголов. Здесь сейчас у вас содержится... 350 голов. 350 голов. Вы занимаетесь три года. Да. Это вписывается в ваш план или все-таки есть какой-то момент, который не позволил эти 3000 сразу уголов завести? Ну, мы не планировали завозить сразу же какое-то большое количество. То есть это изначально был сознательный выбор стратегии, что мы будем развиваться своим путем. Потому что все-таки отсутствие опыта, отсутствие определенной квалификации, отсутствие специалистов должных в России, да, которые могут сразу там взяться и начать там с большого хозяина, с большим... Да, да, да. Это крайне... Это огромные риски. Значит, очень много было моментов в России таких неудачных проектов, которые, ну, приводили к очень большой потере животных. И, как бы, проекты просто разваливались, останавливались. Поэтому мы решили пойти сознательно, своим путем, постепенно развиваясь, параллельно, значит, улучшая качество. Все-таки самое важное – это качество животных, это их продуктивность, это их здоровье. Для этого необходимо время, чтобы это все сформировать, чтобы соответствующие условия козам подготовить. Поэтому 3000 голов – это план, которому мы... Значит, он далеко идущий, кажется? Ну, он не далеко идущий, далеко идущий, конечно, можно... Ну, у нас планы там и больше, но как минимум там на ближайшие пару лет мы планируем довести, то есть там... Потому что, да, с определенного момента просто начинается уже прибавление там в прогрессии, да, и как бы тут проблем не имеет. Самое главное – вот сформировать вот это первоначальное ядро, первоначальное стадо, с которым ты потом уже можешь дальше его плодить, здоровье, поголовье. Вот скажите, что касается... Вы правильно абсолютно сказали, что то, что касается молочного направления КРС и коров, там уже достаточно все отработано, есть большое количество экспертизы, которую можно привлекать для того, чтобы там те или иные проблемы решать. Вот расскажите ваш путь, с чего вы начинали, как вы выбирали породу, какие были опасения, кто помогал, какие были, ну, лайфхаки, я не знаю, да? Вот об этом расскажите нам. Важны первые шаги? Ну, шаги... Породу мы выбирали по принципу, на основании советов, то есть, в основном у нас представлена заанинская порода коз, она считается самой молочной козой вообще в мире, то есть, она заанинская порода, это рекордсменка по даче молока, значит, она там рекорд там составляет там... Ну, точно сейчас не помню, но что-то такое там, свыше там 2,5 тонн молока, угол, да, за лактационный период. Плюс то, что это белая порода, с ней проще работать в промышленном масштабе, то есть... Беднее все. Да, да, связано просто промышленное козоводство, это все-таки метки, там, метить, там, вот поэтому, как бы, специалисты с точки зрения удобства работы, вот, советовали, поэтому мы выбрали заанинскую породу. Но при этом у вас присутствуют еще и другие. Да, да, потому что все-таки у нас не племенной репродуктор, а у нас промышленное стадо, и для улучшения порой надо приливать там и нубийские крови, которые нубийская порода тоже придает там качество молока, и представлены альпийская породы, которые тоже там вносят, то есть, ну, смотрим мы так, как новое хозяйство, нам необходимо все это пройти собственным опытом, чтобы понимать, что и как. Так, в основе это заанинская порода. Когда вы сказали про 2,5 тонны, вот, по крайней мере, информация, которая есть у меня, там чуть ли не 500 обозначается основная вот такая удойность за лактационный период. Я могу ошибаться. Укоз? Да. Ага. Ну, такая, как бы, нормальная минимальная удойность, это я все-таки считаю цифра, наверное, должна быть там 750-800 килограмм за лактационный период, за 305 дней. Ну, получше считается там, там, 1100, там, и свыше. Ну, как бы, это уже такой высокий довольно-таки уровень, потому что кормовая база должна быть, условия должны быть соответствующие, козы должны быть соответствующие, подготовленные. То есть, очень, на самом деле, очень много факторов, чтобы это все было. Ага. Вот, скажите, первые козы к вам приехали. Во-первых, как вы выбирали людей, у которых вы их приобретете? Потому что я знаю про то, что там ездят где-то в Санкт-Петербурге, приобретают, да? Вот какое количество привезли, как вы их адаптировали, с чем пришлось столкнуться? Ну, на самом деле, в России не так много, где можно вообще приобрести на начальном этапе, там, большое количество коз, вот так, изначально. На сегодняшний день таких хозяйств все больше и больше становится, но когда мы входили... Три года назад. Да, три года назад, так хозяйств было немного, и там, особо, там, не доставило, там, труда выбрать, потому что, ну, рассматривали мы несколько хозяйств. То есть, мы рассматривали племь-репродукторы, чтобы именно племенных коз привезти, выбрали, остановились на одном племь-репродукторе, там, собственно, и основное, наше стадо приобрели. А сколько вы закупали на начальном этапе? На начальном этапе мы приобрели, получается, 100, около 170 голов. Вот, привезли вы 170 козочек. Да. Насколько мне известно, козочек нужно покупать не на, там, первотелок, когда, там, допустим, там, с теми же коровами история, да, а наоборот, она должна, по-моему, две лактации пройти, чтобы было понятно, сколько она дает молока. Правильно же? Нет, нет, может быть, это и правильно, но мы пока еще не на том уровне. То есть, мы покупали молодняк, просто молодых козочек, которым, там, порядка 7-8 месяцев. То есть, нам еще абсолютно непонятно вообще, что они, что они могут, что с ними будет. То есть, это мы все узнавали сами, значит, на протяжении, в процессе, да, их жизненного. Вот скажите, вы привезли, вот как раз первых козочек вы привезли. Как дальше все происходило? Все ли они у вас укрепились? Все ли, собственно, было нормально? Ну, у нас, мы собрали команду, я считаю, из одних из лучших специалистов, которые у нас в козоводстве на сегодняшний день есть, и ветеринарный врач у нас изначально, вот он до сих пор в нашей команде сопровождает наше предприятие. И зоотехник, зоотехник-профессионал. И вот с помощью этой команды мы выбирали коз, и предварительно, значит, как бы была экспертиза технологии, которая легла в основе проекта, и смотрели уже, как эту технологию, значит, адаптировать под наши условия, которые вот мы имеем на первоначальном этапе. Поэтому мы не совсем были одни, потому что мы как бы без опыта, а под надзором профессионалов, которые с самого начала нас вели и полностью здесь находились, можно сказать, первое время, чуть ли не круглосуточно, мы тут с этими козами, да. Ну, это понятно, да, большое дело начало. Что касается содержания и всего такого особенностей всех вот этих, мы с вами поговорим чуть позже, уважаемые зрители, это будет второй выпуск. А сейчас я все-таки хотела бы вернуться вот к козу экономики и получения первых удовольствий. То есть вот у вас, наконец-то, первое молоко. Сколько и куда мы его будем девать, это молоко? Ну, первое молоко, оно, как правило, его немного, потому что еще козы молодые, первокотки, им свойственно немного давать. Плюс, если новое предприятие, как правило, у новых предприятий не все установлено с кормами, плюс молодняк тоже приезжает, допустим, из других хозяйств, если приобретаешь молодняк, есть такой момент, ну, что молодняк просто еще не готов к переработке, там, тех кормов, чтобы в итоге это все выливалось в продуктивность. Ну, и мы тоже с этим столкнулись, соответственно, и проходили эти этапы, поэтому, ну, первое молоко, значит, сначала мы, ну, это было вообще небольшое количество, просто, там, желающим, там, раздавали, продавали, там, в пределах, там, 20 литров в сутки, да. Ну, и потом постепенно, когда объем уже наращивался, значит, что-то нам помог наш кооператив, то есть у нас организован кооператив козовода в Сергиево-Пасадском районе, значит, ну, коллеги тоже помогали, уже у них есть опыт, давали каких-то клиентов, которым можно было на первоначальном этапе. Сейчас вы, все молоко, которое у вас есть, вы его сдаете в чистом виде? Да, сырое молоко, мы, ну, не все, мы часть молока перерабатываем, свою продукцию, делаем из нее сыр, делаем йогурты, делаем кефир, молоко пастеризованное, сметану. Об этом вы нам тоже расскажете? Да, обязательно. Отлично, отлично, спасибо огромное. Так, то есть у вас есть собственное производство, и вы сдаете молоко сырое. Сырое молоко вы сдаете по какой цене? Ну, на сегодняшний день цена за козье молоко где-то порядка от 100 до 115 рублей за килограмм, да, за литр, ну, литр, килограмм. Вот показатели, которые есть, ну, вот, опять же, если возвращаясь к коровам, мы знаем, что там есть жирность, там есть белок, что здесь у нас? Это тоже два основных показателя жирности белок, то есть, как бы, по козьему молоку, ну, по нашим козам это белок, там, 3,3, жир, там, 4,1, 4,2. То есть вот такие показатели. Это показатель достаточно высокий? Да, да, это хороший показатель качественный, то есть... Сыр из него получается? Хороший, да, сыр получается, все замечательно, и любой продукт, он такой вкусный, насыщенный. Вот если говорить про рентабельность, ну, здесь, конечно, мы так вскользь с вами затронем корма, если говорить про рентабельность, как она у вас сейчас строится, как сейчас выглядит экономика, плюс-минус? Ну, нужно учитывать, что когда ты развиваешь стадо, и у тебя, допустим, не все, стадо доится, то есть у тебя, ну, пока там говорить о рентабельности в чистом классическом понимании, в экономическом, ну, не стоит, потому что вот сам по себе такие проекты, они запускаются долгое время, если это начинается с нуля, в любом случае. Ну, наше хозяйство уже находится на, можно сказать, такое, операционная безубыточность, то есть мы закрываем все наши текущие расходы по фонду оплаты труда, по кормам, по всему, по всему, что необходимо для наших хоз, по всем этим условиям. Поэтому вот сейчас нам только остается, все, что будет дальше, это будет уже идти как бы в прибыль, в развитие, то есть в дальнейшее строительство следующих загонов для тех коз, которые будут рождаться в нашем хозяйстве. А вот скажите, что касается выбора места, возможно, запрос его задать раньше, но задам его сейчас. Что касается выбора места и условий на территории, как бы вы это место выбрали? И в собственности это у вас, в аренде это у вас, то есть где это вот как раз в экономике лежит? Значит, место мы выбрали, ну, это тоже так, можно сказать, получилось случайно, это буквально я сделал один звонок в администрацию, в сельскохозяйственный департамент администрации Сергиева Посада и глава департамента Кончуков Иван Михайлович, значит, это такой очень серьезный специалист в сельском хозяйстве, я считаю, в российском, потому что это с очень серьезным опытом, и человек просто понимает, как человек этот имеет стратегию развития сельского хозяйства в районе, то есть он это понимает, ну, мы вам как бы, я просто позвонил, спросил, вот есть ли земля, меня пригласили, выслушали, посмотрели, значит, наш план, поняли, что намерения у нас серьезные, и помогли, значит, нашли вот этот земельный участок, он в собственности нашей, просто предыдущие хозяева не имели возможности, как бы его обрабатывать, там, вести сельскую деятельность на нем, ну, им предложили, они нам продали, значит, плюс... То есть это были инвестиции? Да, да, это были инвестиции, и плюс, значит... О, мамочки, ничего страшного, птички летают, да. Плюс вот сам департамент сельского хозяйства инициировали выделение, значит, нам земли по губернаторской программе для заготовки кормов, то есть помимо нашего участка, нам еще было выделено 600 гектаров земли, которые здесь находятся рядом, вот где мы сейчас на сегодняшний день заготавливаем кормовую базу, да, сено заготавливаем, сенаж заготавливаем, то есть все же необходимое для коз. Ну, то есть если вот прям совсем такую сухую выжимку сделать, да, то три года назад вы не имели отношения к сельскому хозяйству, и был только интерес. Понимая, что есть открытый рынок, незаполненная ниша по козьему молоку, вы решили обратить на нее внимание, определили некий уровень средств, которые вы готовы вложить, пришли в Сергиев Посад с проектом, который вы предложили, и таким образом началось хозяйство. Да, именно так это все и было. Конечно, сейчас уже, имея тот опыт, который мы имеем за три года, когда слушаешь эту историю, она и для самого вызывает, она для самого вызывает вообще улыбку, вот эти намерения, да, которые, ну, я бы на сегодняшний день не порекомендовал бы человеку, там, вот так прямо идти без опыта, то есть надо в любом случае что-то. А что было самым сложным? Ну, сложным это детали, это нюансы, которые ты можешь получить только опытным путем, либо должны быть там специалисты, да, рядом, ну, мы у нас, да, консультанты, то есть... Давайте вспомним хотя бы вот там, ну, несколько, опять же, вот если говорить о Сергиев Посад, как вы выбрали? Почему именно сюда позвонили? Ну, я живу здесь, на самом деле, недалеко, то есть мне там до Сергиева Посада, там, 50 километров до Сергиева Посада, плюс до хозяйства, то есть, ну, там, 80 километров от дома. То есть это было одно из ключевых, потому что, ну, хозяйство, надо все-таки здесь постоянно находиться, поэтому близость к дому, плюс, ну, Сергиев Посад, такое вроде место, оно и, можно сказать, с детства, знакомившись с историей нашей страны, оно как-то вот вызвало, вызывает такое какое-то... Позитивные эмоции. Позитивные эмоции, да, уважение к этому месту и какую-то, на самом деле, честь иметь дело вот с Посадом, поэтому, наверное, тут даже каких-то сомнений не было, то есть живешь рядом с Сергиев Посадом и... То есть однозначно тут сомнений не было, и все сложилось. Да, 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 это как называют святая земля, как бы, для России, поэтому тоже вот один из факторов выбора, критериев. Хорошо, но все-таки я вот пытаюсь, я понимаю прекрасно, что наша память, она такая, так устроена, что все вот такие моменты, она прячет, прячет, да, но давайте вспомним, потому что зрителям интересно, какой путь вы прошли, потому что вы действительно говорите, что, ну, не много людей, которые сейчас готовы вот проконсультировать, рассказать, вы этот путь прошли. Ну, хотя бы что-то вот из самого начала, с чем сталкивались, как... Ну, самое важное, ну, и самое сложное, это все-таки выработать системность, определенную систему технологии, технологии, потому что это все-таки животные, и для того, чтобы просто им, как бы, чтобы они жили здоровыми, и чтобы им было комфортно, саму по себе, и чтобы их было много, саму по себе вот эту систему создать, как бы не просто это, а чтобы это все еще превратить в экономический проект, то есть это еще дополнительные требования вот к этой самой системе и к технологии. Самое сложное, это, ну, было на начальном этапе нужно было, как бы, экстерном понять, вот как эта система, как ее необходимо устраивать, выстраивать, да, выстроить, какие ключевые моменты, на что важно обращать внимание, на что, что на самом деле не важно, вот эти все системы приоритетов выстраивать. То есть вот это было, то есть вот это понимание, которое необходимо было опытным путем, ну, не только опытным, конечно, мы очень много и теорией занимались, тоже очень много, такое образованием занимались, и по козам, и по животноводству, и по всему. А вот скажите, что касается того, что вы увидели за рубежом, когда вы ездили в хозяйство, основное отличие того, что сейчас есть у нас, в нашей стране, и того, что есть за рубежом? Ну, отличие, прежде всего, это, конечно, тот колоссальный опыт, который у них есть. То есть все хозяйства зарубежные, они, как правило, это дело даже не одного поколения. То есть это дело, там, когда мы узнавали, там, это и отцы занимались, и у кого-то и деды занимались, а у кого-то и прадеды. То есть это их преемственный опыт, это вот это безостановочное, там, хозяйство, то есть нашим хозяйствам, там, год-два, а их хозяйствам, там, по 50, по 60 лет, по 20, по 30 лет. То есть это вот их опыт. Плюс у них за счет того, что такая огромная история, там, того же самого козоводства, у них под это уже выстроена и отрасль, под это уже есть, значит, запросы, вернее, от них запросы, а там, промышленность, государство помогает им, закрывает все, что необходимо для них. То есть там создаются и оборудование, там, соответствующее изготавливается. То есть есть целесообразность экономическая поддержки их. Вот, наверное, вот это время, время, они все это прошли, мы сейчас только это все начинаем проходить, мы все это только проходим, поэтому основное их преимущество – это в их опыте. Ну что ж, уважаемые зрители, на этой ноте мы сейчас завершим разговор про само хозяйство и про историю, про экономику хозяйства. Ну, мы можем констатировать, что за три года можно вывести хозяйство на оперативную, операционную безубыточность. Соответственно, заниматься можно направлением. И вот как раз в следующем выпуске, и сейчас со Святославом, мы поговорим про ту историю, которую не сложилось, про их опыт. Как содержится сейчас коза, какая технология содержания КФХ «Долина Коз». Да.